Мельникова Дарья Алексеевна – актриса театра и кино, прославившаяся после роли Жени Воснецовой в сериале «Папины дочки». После завершения проекта она успешно реализовала себя в полнометражных драматических картинах, таких как «Стальная бабочка», «Рябиновый вальс» и другие. Также выступает на сцене театра имени Ермоловой. Дарья Мельникова родилась 9 февраля 1992 года в городе Омск. Росла в семье далекое творчество. Ее отец, географ по образованию, трудился на нефтеперерабатывающем комбинате, а мать преподавала физику в Омском университете. Семья жила не в самом благополучном районе города, уличные банды, много драк и алкоголя. Девочка с ранних лет была очень подвижной и активной, и чтобы дочь не попала в дурную компанию, родители старались занять ее досуг чем-то полезным. С ранних лет Даша танцевала в детском ансамбле «Жемчужинка», занималась музыкой и вокалом, ходила в художественную студию и изучала английский язык. Актерская карьера Дарьи Мельниковой началась рано и стремительно. В 11 лет Мельникова записалась в театральную студию, а через год стала участницей танцевальной студии «Джаз Модерн». В составе этого коллектива в 2006 году Даша выступила на открытии творческого фестиваля в детском лагере «Орленок», где на нее обратил внимание режиссер Юрий Морозов. Он предложил талантливой девочке сняться в его новой картине «Золушка 4х4», которая стала успешным стартом для ее дальнейшей творческой карьеры. За эту работу 15-летняя Даша получила свою первую кинонаграду и тут же была приглашена в сериал «Папины дочки», который принес ей настоящую славу и популярность. Из-за съемок Мельниковой пришлось после 8 класса переехать в Москву, где началась ее новая жизнь. 9 и 10 класс она окончила экстерном, после чего поступила на бюджет в Щепкинское училище. Несмотря на плотный рабочий график, Даше удавалось успешно совмещать съемки и учебу, а ее героиня Женя Воснецова стала одной из самых ярких и харизматичных папиных дочек. Параллельно девушка снялась еще в нескольких картинах и готовилась к роли Алисы Селезневой в продолжении легендарной «Гости из будущего». Но, к сожалению, проект был приостановлен, и фильм так и не вышел на экраны. Зато большой творческой удачей молодой актрисы стала роль в картине «Стальная бабочка», где она убедительно сыграла беспризорницу по кличке Чума. Даша не только не затерялась на фоне таких маститых актеров, как Анатолий Белый и Дарья Мороз, но и сумела виртуозно передать противоречивый характер своей героине, попавшей в сложные жизненные обстоятельства. Подготовиться к роли ей во многом помогли наблюдения из омского прошлого. После получения диплома Даша попыталась устроиться на работу в именитый «Современник», но не произвела должного впечатления на Галину Волчек. Зато через месяц ей позвонили из театра Ермоловой и предложили ведущую роль в спектакле «Язычники» вместо ушедшей в декрет Кристины Асмос. Даша тут же согласилась на столь лестное для начинающей актрисы предложение и после спектакля продолжила работать в этом театре. Далее творческая биография актрисы начала пополняться со стремительной скоростью. В биографической ленте «Гагарин первый в космосе» актриса, смахивающая на подростка, перевоплотилась в сестру Юрию Гагарина Зою. Ее героиня в сериале «Лютый» – член группы следователей, возглавляемой Владимиром Епифанцевым. В комедии «Боцман Чайка» она жена Юнги, служащего в команде закоренелого холостяка в исполнении Дмитрия Харатьяна. О военной драме «Спутники», о взаимоотношениях коллег-медиков Мельникова получила роль второго плана. На кинофоруме «Окно в Европу» в 2017 году состоялась премьера мелодрамы «С пяти до семи». На дальневосточном фестивале «Амурская осень» картина была удостоена главного приза. Компанию Дарьи в проекте составили Александр Ильин-младший и Дмитрий Муляр. И поскольку сюжет разворачивался в кафе, работа над ролью запомнилась актрисе количеством съеденного торта Прага. Появилась Мельникова и в биографическом сериале «Мата Хари» с участием Максима Матвеева, Светланы Ходченковой и голливудских звезд Рутгера Хауры и Кристофера Ламберта. К юбилею событий на Курской дуге был приурочен сериал «Крепкая броня» о выпускниках танкового училища, попавших в пекло Второй мировой войны. Дарья Мельникова, Максим Емельянов и Константин Белошапко сыграли в фильме главные роли. Поучаствовал в съемках и победитель шоу «Голос» Сергей Волчков, представший в образе солиста филармонии. В 2019 году фильмографию Дарьи пополнил еще один сиквел «Лютый 2», а в следующем году Дарья Мельникова исполнила главную роль в фильме «Запретная зона». Также в съемках принимали участие Александр Головин, Даниил Вахрушев, Сергей Сосновский и другие актеры. Кинокартина рассказывает о друзьях, которые, путешествуя недалеко от Чернобыля, становятся виновными в смерти человека и находят сумку с крупной суммой денег. В начале 2021 года состоялась премьера сериала «Медиатор». Каст оказался очень звездным, что привлекло внимание аудитории к проекту. В частности, помимо Дарьи Мельниковой, там снимались Андрей Бурковский, Юрия Перейсильд, Дарья Мороз, Виктория Толстоганова. В центре сюжета Андрей Павлов, профессиональный переговорщик, в обязанности которого входит ведение переговоров с террористами и боевиками. Однако на жизнь он зарабатывает не этим. У Андрея есть бизнес. За большие деньги он помогает договориться людям, которые не могут найти компромисс. Личная жизнь Дарьи Мельниковой долгое время была связана только с одним человеком. Летом 2013 года актриса стала женой Артура Смоленинова, с которым познакомилась на съемках фильма «Геттера майора Соколова». Через два года у супругов родился малыш, которого назвали в честь папы. А в декабре 2018 года Дарья стала мамой во второй раз. Младший сын получил имя Марк. В июне 2021 года Дарья сообщила подписчикам, что они с Артуром разводятся. По словам актрисы, решение было обоюдным. Бывшие супруги сохранят теплые отношения и продолжат вместе заботиться о детях. В свободное от съемок и семьи время Даша ведет блог, где делится секретами воспитания мальчиков и планирует написать автобиографическую книгу под интригующим названием «Картинки для привлечения внимания». В 2017 году Даша выпустила линию одежды для будущих и кормящих мам. Предметы гардероба продаются в интернет-магазине. Мельникова не умеет ни шить, ни рисовать эскизы, поэтому идеи ей приходится объяснять на пальцах. А потом уже за них берется команда ее помощников. Дарья является примером для многих женщин. Она не стесняется показывать себя без макияжа. Актриса также следит за своей фигурой. Звезда папиных дочек находится в очень хорошей форме, однако ее часто обвиняют в панорексии. Вес Мельниковой составляет всего 49 кг при росте 165 см. Продолжение следует...